Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ТЦВ и большая часть недельной главы ТЦВ посвящена одежде. Одеждам Коэнам. Их описанием правило изготовления 40 стихов. Причем это уникально. Порой вплоть до мельчайших подробностей. Для чего это все? Для чего нам так знать, что Коэн одевается в 4 одежды, первосвященник в 8 и так далее? Почему в удаизме существует такое особое отношение к одежде? Какая разница во что одет человек? Джинсы, фрак, футболка, сюртук. Главное, что он был хорошим человеком. Тем более, что одежда это внешний атрибут. А удаизм, особенно хасидизм, требует внутреннего содержания. Главное, что внутри человека. Вот такое значение имеет вот это вот все. Дело в том, что в начале недельной главы Брешит в истории о сотворении мира рассказывается, что первые одежды человеку сделал кто сам Бог. И он сам одел них Адама и Хаву. Почему так? Почему многие вещи, которые мы сами должны были одеть, одежду нам дал Бог? Рабейн Уяков, сын Рамбана, в своем комментарии написал, что одежда является не только защитой от холода и украшения, но и первым обязательным признаком человеческого рода. Это то, что отличает человека от животного. Если говорить четко, человек это существо говорящее и одетое. Дав человеку одежду и одев его, человек Всевышний показал, что одежда это то, о чем договорились, не то, о чем договорились сами люди. А это дополнение к сотворению человека. Вроде кожа. Если так, то одежда это, повторяю, символ человека. А нагота суть животного. Единственное существо в мире, которое нуждается в одежде, это человек. Мы видим, кстати, как одежда влияет на человека, насколько человек меняет свои, так сказать, привычки, если он как-то одет. Даже дети, когда одеты в какой-то красивый костюм, ведут себя более степенно. Поэтому в иудаизме мы встречаемся с тем, что чем святее человек, тем больше и лучше на нем одежды, ибо это выражает отличие человека от животного. Есть гарпл такой, кроме того, у хасидов, которые перевозят пояс. Ведь цель одежды не только прикрыть наготу, но и напомнить нам, знай перед кем стоишь. Но главное заключается в том, что человек сотворен по образу и подобию Бога, и запрещено ему довольствоваться только своими природными наклонностями. Он обязан подняться над своим животным существом. Он единственное существо в мире, которое не довольствуется одной кожей, но покрывает тело одеждой, данной ему творцом. Люди часто говорят, оправдывая нехорошие поступки, это естественно, что ты хочешь от меня, таким создал Бог, таким я родился. Верно, Бог сотворил тебя таким, но он также создал для тебя одежды материальные и духовные, в которые ты можешь одеть себя, прикрыв свое естество. Именно поэтому религиозные люди одевают так много одежды, никогда вы не увидите религиозного человека, бегающего голым по улице. Одежда возвышает, подчеркивает своего преосходства над животными. Есть еще одна вещь, сейчас я расскажу короткую историю, коммунистический Будапешт, 50-е годы. Маленькая девочка стоит у окна, лет пяти смотрит на улицу, внезапно видит пожилой мужчина с белой бородой и с какой-то круглой шапкой идет. Это невозможно, там такого не было в Будапешт. Она зовет своего отца Михаэр, тащит к окну и говорит, смотри, происходит еще раз, 50-й год, коммунистический Бухарест. Находится под суровым коммунистическим управлением. Отец смотрит в окно и крайне удивляется. Девочка видит, что вопрос как-то повлиял на отца, он говорит, завтра отвечу. И он понимает, вдруг сам себе, говорит, что пора поговорить со своей дочкой. Он давно не видел такого длиннобородого еврея в Штраймле, идущего по улицам Будапешта. И понял, что надо что-то делать. Коммунистический режим обладал сильной властью и преследовал все религиозные заведения и так далее. Везде было секуридаты, как у них, румынская полиция, вариант КГБ. На следующий день все-таки Михаил решает действовать, он берет маленькую Сару на прогулку, ведет ее на еврейское кладбище, проводит к надгробиям, останавливается возле могилы баруха и Сары Лорер. И говорит, вот здесь лежит твоя бабушка и дедушка, они евреи, ты тоже еврейка. Первый раз учит ее сказать слово «шма Израиль» и надевает имагедновид на шею. Прошли годы. Сара выросла и поднялась в Израиль. Она никогда не забывала тот день, когда познакомилась со своим еврейством. И как ее отец Михаил Бениамин Гершкович открыл ей, что она является частью еврейского народа. Она помнила евреев, Штар Аймин, ну конечно не знала кто это. Эту историю рассказывал рабе Уйши на большой конференции и сказал дальше. Сара это моя мать, меня Михаила Бениамином назвали в честь ее отца. С того момента, когда я впервые услышал эту историю, я все время думал, кто этот человек. Несколько лет назад я рассказал эту историю близкому другу. И потом передал ее другим. И вот ко мне подошел один человек и говорит, вы помните, вы рассказывали историю про вот этого человека в Штрайме на улицах Бухареста? Это мой дедушка. Это мой дедушка, и мой дед был раввин Мардыхай Фрэнкель, рэба из Боташаны. В те дни перед отъездом в Израиль он жил в Бухаресте. И он всегда ходил в шляпе, несмотря на проблемы, его оскорбляли, оштрафовали и так далее. Но он говорил, кто знает, может быть какой-то заблудший еврей увидит меня из окна и вспомнит, что он еврей. И в этом месте Рэбби Оша сказал, рэба из Боташаны. Увидели тебя, еще как увидели. Поэтому в субботу он говорит, я прохожу длинный путь от синагоги к своему дому, завернутый в большой талис. Может быть кто какой-то заблудший еврей увидит меня из окна и вспомнит, что он еврей. Вот такая вот короткая история про одежду. Брахава от Слаха.